Здравствуйте! Наша основная цель в прошлом году заключалась в том, чтобы дать старт восстановительным работам на освобожденных землях. В то же время добиться того, чтобы новые реалии были приняты в международной плоскости. И результаты по обоим направлениям налицо. Итоги первого года поствоенного периода дают основания полагать, что все стоявшие перед нами задачи были выполнены. Это цитата из вступительной речи президента Ильхамалиева на совещании по итогам первого квартала этого года. Достаточно посмотреть на поствоенный период любого конфликта, и вы увидите, что первые послевоенные годы бывают не менее тяжелыми, чем во времена самой войны. Но тогда как получилось так, что Азербайджан в первый же год после войны начал активно восстанавливать освобожденные территории? Условия Баку стали приниматься безоговорочно не только проигравшей стороной, но и сильными меры сего. Так еще вдобавок, Азербайджан не восстанавливает свою военную мощь, а увеличивает. Все просто. Во-первых, мы воевали за свои исторические территории. Во-вторых, президент Алиев знает, что и когда нужно делать. И в-третьих, мы не стоим у дверей Кремля, Белого дома или же Брусселя в ожидании снисходительности. Мы решили свои проблемы сами. Ну а сейчас, если кто-то хочет содействовать нормализации Азербайджано-армянских отношений, пожалуйста, мы не против. Сцена ваша. Мы сами урегулировали этот конфликт. До Второй Карабахской войны Минская группа действовала 28 лет. За эти годы страны-сопредседатели совершили, наверное, сотни визитов в Азербайджан и Армению. И результат налицо. Ноль. Причины этого общественности Азербайджана известны. Не хотел бы говорить об этом долго. Результат налицо. Еще раз хочу сказать, что он нулевой. Азербайджан сам разрешил этот конфликт. Разрешил военно-политическим путем. Хотя мандат, выданный Минской группе для урегулирования конфликта, фактически де юре остается в силе, де факто он может считаться уже недействительным. За время, прошедшее после войны, до последней Российско-Украинской войны, мы высказывали свое мнение по данному вопросу. Наш министр иностранных дел встречался с сопредседателями Минской группы на различных международных мероприятиях, и мы спрашивали у них, скажите нам, чем вы намерены заняться? Нагорно-Карабахский конфликт урегулирован. На территории Азербайджана нет и не будет административной территории под названием Нагорный Карабах. Скажите, чем вы намерены заняться, чтобы мы знали и высказали свое мнение? За более чем год мы не получили никакого предложения по данному вопросу. А в нынешних условиях Минская группа, формат ее сопредседателей, фактически находится в нефункциональном состоянии. Об этом уже заявляют высокопоставленные лица этих стран-сопредседателей, и в таком случае, конечно, ни о какой групповой деятельности не может быть и речи. Считаю, что ОБСЕ как влиятельная международная организация может сыграть свою роль. Недавно, как я уже отметил, в ходе встреч с действующим председателем ОБСЕ я сказал, что представители гражданского общества, представители медиа, другие лица, способные влиять на общественные мнения, могут проводить встречи в рамках деятельности ОБСЕ, то есть в рамках данного формата, чтобы нормализовать связи между Арменией и Азербайджаном. Именно этот вопрос сегодня стоит на повестке дня. Нагорно-Карабахский конфликт урегулирован. Сейчас вопрос в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, и любая международная организация, способная внести свой вклад в этой области, конечно же, приемлема. Как вам известно, для нормализации связей между двумя странами Азербайджан представил предложение, состоящее из пяти принципов, и армянская сторона положительно отнеслась к данному предложению. Эти заявления уже были сделаны до Брюссельской встречи. А на Брюссельской встрече я просто хотел еще раз прояснить это для себя и выяснил, что Армения принимает пять принципов. Таким образом, территориальная целостность Азербайджана принимается, и Армения отказывается от территориальных претензий к Азербайджану. То есть, если эти пять принципов принимаются, это подтвердилось на апрельской встрече, то данные вопросы являются составной частью этих пяти принципов. Это очень позитивный факт и, считаю, основное условие для нормализации двухсторонних связей. Продолжение следует... Продолжение следует...